Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я обещал своим зрителям, что буду снимать обзоры не только на технику 7, 8, 10 левелов, но и на песочные танки, на коллекционки, на машинки, которые встречаются крайне редко, на те машины, которые вы скорее всего вообще никогда не видели в рандомных боях, если вы новичок, а уж тем более, если вы бывалый, то, так сказать, тряхнуть стариной и пустить слезу скупую. Но, ребят, сегодня у нас на обзоре будет ФЦМ-36 ПАК-40 по одной простой причине, потому что его выложили на продажу и сегодня мы затронем все аспекты данного вопроса, я имею ввиду продажи данной машины и для тех, кто хочет купить данный набор или рассматривает его для того, чтобы задонатить таким образом в голду и для коллекционеров и для тех, кто, возможно, вообще не слышал никогда про данную машину, короче говоря, попытаюсь быть полезен максимально всем. Если вы не понимаете прикола танков третьего уровня, не видите смысла их покупать ради доната или вообще, в принципе, не рассматриваете третий уровень как существующий в данной игре, то, окей, хорошо, не вопрос, к вам вопросов мы не имеем, но, пожалуйста, не пишите свои гневные комментарии о том, что на них не надо делать обзоры. Итак, ребят, что нам представляет собой МФЦМ и набор за 4 доллара? Ну, во-первых, надо начать с того, что, как вы видите, был вот такой вот наборчик и в него входило, в принципе, все то же самое, один в один камуфляж, 7 дней према, контейнер французский, из которого можно забрать одну из великолепных французских машин, ну, а порой не сильно великолепных, есть даже возможность забрать до 10 тысяч золота, ну и, короче, как обычно, всякий требеденье сюда тоже может абсолютно спокойно поместиться и высыпаться вам в случае, если вы не совсем везучий. Единственное, что действительно изменилось, так это то, что добавили приказ, приказ добавили аж на один мистический контейнер. Не знаю, насколько это клево, в принципе, победить в 10 боях за один день, это не есть суть, сложно, но все-таки один мистик, который оценили в 1 доллар. Мне кажется, что все-таки дороговато за один мистический контейнер 1 бакс, даже если донатить просто в голду, то плюс-минус получается где-то 750 баксов вы заплатите за вот этот вот приказ. Что собой представляет ФЦМ, сейчас отдельно обсудим информацию для тех, кто рассматривает данную машину именно как возможность задонатить. Так вот, если вы будете продавать данный автомобиль, то вы получите всего лишь 950 голды, я лично считаю, что этого маловато, как для наборов 4 баксов. Да, окей, вопросов нет, есть дополнительные плюшки, такая плюшка, допустим, как 7 дней прем-аккаунта, в наше время с днями прем-аккаунта уже стало очень сложно, из контейнеров сертификаты, точнее части сертификатов на прем-дни не выпадают, ровно как и на прем-часы, поэтому 7 дней према, я бы сказал, что это прикольно, годно. X5 на все машины, что поможет вам прокачать какую-то из веточек. Ну а в целом же, ребят, стоит ли именно ради доната 4 бакса, тут уже решать вам, посчитайте на своем калькуляторе и загляните в свой карман, я в чужие карманы залазить, в принципе, не планирую. Что касается самого ФЦМа, как машины, но давайте сразу поговорим с вами по поводу того, что броня здесь вот такая вот, и кто-то будет смеяться, зачем заценивать броню на третьем уровне, зачем смотреть в сравнительную таблицу, если это третий левел, мы просто идем с вами по накатанной, и если мы делаем с вами обзор на машину, мы должны затронуть все возможные аспекты по ней. Итак, броня здесь вот такая вот, и я бы сказал, что вот это, это еще не худший вариант, потому что на уровне есть, допустим, вот такой вот француз, вот здесь вот все совсем печально. Тут может быть где-то кто-то, как-то, что-то в вас не протолкнет, я не знаю там, хотя каким образом, ну бог его знает, ну вдруг вам повезет. Вот как-то так приблизительно выглядит броня, поэтому особо, ребят, не обольщайтесь. В принципе, на третьем уровне среди ПТ-шек бронированных машин нет по определению. Теперь, что касается сравнения с другими ПТ-шками. Если вы не знаете, то на третьем уровне ПТ-шки есть, их 7 штук, и все они коллекционные. И, ребят, если уж брать среди всех этих коллекционок машину для фана и для удовольствия, и для того, чтобы выехать и повеселиться, или как-то так, знаете, расслабиться, то все-таки ФЦМ это не тот автомобиль, не то транспортное средство, которое вам в этом поможет. Есть машины более, скажем так, веселые и приятные. То же самое, я не знаю, Мардер 2, и если вдруг когда-нибудь запрещенный Т-82 появится на продаже в магазине, вот его я буду однозначно рекомендовать себе приобрести. Ну, либо восстановить, если он у вас когда-то был. ФЦМ же, он не обладает абсолютно никакими задатками, которые могли бы свидетельствовать о том, что вы потенциально можете получить кайф от этой игры. Да, безусловно, самым большим плюсом ФЦМ является прям великолепный 3-летнего уровня процент доходности, аж целых 140%. Но, ребят, все-таки та же самая МСУ-76И, которая гораздо веселее играется на третьем уровне в песке чисто для фана, она имеет 130%. Я не говорю о том, ребят, что третий левел это для того, чтобы фармить на нем, я сам над этим смеюсь, но говорим то, что видим и обсуждаем то, что имеем. Что касается процента побед, как вы видите, ФЦМ находится на самом дне по сравнению с другими машинами. Тот же самый Валентайн АТ имеет целых 60% побед, СУ-76И 59,7, можно тоже сказать 60. Что касается нашей великолепной Т-82, то 52% побед, но всего лишь 15 игроков, ну, просто потому что ПТ-шка запрещенная. Теперь, ребят, возвращаясь к нашей теме видео в отношении машины и на что она годная. Да я бы не сказал, что эта машина в принципе на что-то годная и сравнительная таблица это как нельзя лучше показывает, но давайте все-таки возьмем нашего товарища ФЦМа в бой и посмотрим, что он сможет показать там. Перед этим обсудим с вами обязательно орудие. Как уж без этого, время сведения 3.8, разброс огромный просто, 0.422 и отыгрывается очень сложно данное орудие. Время перезарядки практически 13 секунд и урон в минуту 865 ДПМа, как вы видели, он действительно отстает от всех практически. Что касается среднего бронепробития 98, много или мало, сейчас посмотрим непосредственно в бою, и средний урон 180 единиц. Я считаю, что в целом довольно неплохой урон как для третьего уровня, но все-таки время перезарядки просто огромное, машина сама тоже далеко не маленькая и крайне картонная. Огромным еще одним минусом по ФЦМу 36, ПАК 40, как бы не смешно было обсуждение качества машины и игрового потенциала на третьем уровне, у нее просто ужасная подвижность, ну просто до безобразия страшная. И ее никогда не будут поправлять. Эта коллекционка на третьем уровне, и в принципе разработчики, я больше чем уверен, что не интересуются всеми этими коллекционками. Если бы они хотели и они бы заморочились, они бы должны были в первую очередь, допустим, той же самой Т-82 или Т-18 телевизору вернуть их словно известные фугасные орудия с шикарной альфой в целых 400 единиц, допустим, у Т-82. Вот это было бы действительно круто. Ну а что касается подвижности ФЦМа, ну вот он типа едет куда-то, но куда он едет и куда мы сможем на нем добраться, это очень большой вопрос, потому что там легкие и средние танки бодренько уедут от вас, пока вы будете тянуться. О чем это говорит? Говорит это о том, что вот это вот вальяжное покачивание машины способно только доехать до какой-нибудь ПТ-позиции, в лучшем случае, если повезет, и на ней стоя пытаться работать по засветам. И данная карта, допустим, не сильно подходит данному товарищу, потому что неровности есть, враги прячутся, время сведения долгое, а разброс, как вы видите, ну оставляет желать, ну только лучшего. Худшего тут уж точно, разве что врагу своему пожелаешь. При этом, если вы полностью сведетесь на ФЦМе, вы сможете попасть практически туда, куда вы целитесь, и происходит это довольно часто. Но возвращаясь к теме точности орудия, хорошо, а возвращаясь к теме времени перезарядки, просто ужасно. Я сейчас был вынужден скатиться вниз по одной простой причине, потому что меня бы сейчас разобрали просто по КД. Как я говорил, картон существенный, как видите, даже то, что вроде бы на макетике нам казалось хоть как-то бронированным, броней никакой не отличается. Поэтому, как только вы попадаете под раздачу, вы будете первым, кого отправят в ангар. Сейчас попытаюсь еще сделать хоть какой-нибудь дополнительный выстрел, хоть в кого-нибудь. Ну давай, вот пока я сейчас сведусь. Да, я поторопился, без сведения бросил. Здесь, понятное дело, будет промах. Я сам говорил о том, что только при полном сведении орудие точное. Но я пытался сделать хоть что-то, успеть. Блин, вот как только ты поворачиваешься на этом танчике, у тебя сразу уходит разброс на максимум. Все, привет, поиграли. Вот так вот он играет со ФЦМ. Его просто всего разбирают в ноль. Поэтому уж точно данную машину приобретать себе как аппарат для того, чтобы заехать, поиграть и, может быть, какого-то там ощутить веселья и кайфануть. Нет, однозначно он для этого не подходит. Хотел выходить раньше из боя, но, как оказалось, наших ребят всех разобрали. Абсолютно бестолковая машина, абсолютно не приносящая никакого удовлетворения. И я бы сказал, к фановым машинам ее отнести точно не получится. Всего лишь 178 единиц нанесенного урона. По-моему, я вообще один выстрел сделал, но при этом оказался в середине. Вау, супер. Короче говоря, ребят, ФЦМ 36, пак 40. Машина исключительно для коллекционеров просто, чтобы она стояла в ангаре. И машина исключительно для тех, кто видит смысл приобрести данные наборы для того, чтобы продать данную машину и получить какую-никакую, а голдовую компенсацию. Насколько это выгодно, это уже решать вам. Ну, а мое дело показать машину такой, какая она есть. Если вам нравятся такие обзорчики, обязательно возвращайтесь на мой канал. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok